Девушки отдыхают В подземелье я пойду, там красавицу найду Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Внимание, материал для зрителей старше 18 лет Эпизод 9, Вальф Кроццо Второй уровень, да? Я правда победил Минотавра Готово, Белл Я правда стал сильнее? Ощущения те же Чего себе, Силиша! Думал, я так скажу Да, вроде того Скоро ты это почувствуешь Плюс, есть хорошие новости Рассказать? Какие? Навык! Твой второй, неважно Смотри, появился один из желаемых тобой навыков Аргонавт Навык, мой навык! Ура! Получилось! Получилось, богиня, спасибо! Аргонавт, желание быть героем А что вообще это значит? Раз получил такой навык, значит... Взрослый, а хочешь стать героем? Нет, я... Белл Килашка! Дуровый богиня! В общем, ты правда приобрел навык Попробуй выяснить, как использовать его в бою Хорошо Мне уже пора Разберись до моего возвращения А куда вы? Сегодня собрание богов, проводимое раз в три месяца Денатус Значит... Верно, Белл Мы выберем титулы повысившимся искателям И тебе в том числе Привет, Гести Ты? Таки? Слыхал, твое дитя всего за месяц второй уровень взяло? Да, вроде того Круто, даже у принцессы меча год ушел Об этом сейчас все боги говорят Кстати говоря, кто-то из такими козучи ведь тоже повысился? Да, Ямада Микота Так что сегодняшний Денатус очень важен От него зависят титулы Согласна Выиграем хорошие титулы Для наших любимых детей Может, даже новый доспех перепадет Интересно, какой у меня будет титул? Огненная буря? Вихревой ураган? Пылающий мега-боец! Да уж! Хороший доспех Двигаться легко и просто Вальф Кроца, да? Был! Был! Тебе понравится, Был! Богиня, значит... Есть! Нормальный достался! Что? Юный новичок? Это ваш титул, господин? Да, как тебе? Ну, думаю, он... Простой? А то! Богиня сказала, что он красивый, но... А мне нравится, юный новичок Поздравляю с повышением, господин Кранельс Можете пить, что захотите Ведь сегодня ваш праздник Эй, это он? Получивший второй уровень быстрее всех? Они меня, что ли, обсуждают? Да? Так бывает с искателями, ставшими известными Даже мысль об этом популярна Что ж, приступим? Да А вам работать не нужно? Хозяйка Мия сказала, что вы можете нас одолжить Так что пейте и веселитесь И тратьте деньги Ладно, выпьем До дна! Так вы двое хотите отправиться на средние этажи подземелья? Да, конечно, сперва все разведаем Ясно Не хочу казаться настырной Но вам пока лучше не ходить дальше 13-го этажа Думаешь, что мы с господином Белом не осиним средние этажи? Я совсем не это имела в виду Но верхние и средние этажи отличаются уровнем монстров, числом и скоростью И дело не в навыках В одиночку вам не справиться Нужно собрать группу Но я не знаю тех, кого можно взять Проблемы с группой, юный новичок? Литер Руки Если нужны люди, может, айда с нами? Мы второго уровня, сами тоже не осилим А взамен одолжите нам этих прекрасных эльфиек Друзья должны делиться, верно? Слушайте Прочь Вы их недостойны Спокойно, фея С нами повеселишься лучше, чем с этим мальцом Не прикасайся Не позволю оскорблять моих друзей Сучка Хоть и баба, но огребешь Драться можете и на улице А здесь можно, только есть и пить Уходим Дурень, бабки на стол Да Не то И это тоже Может, он больше не продает товары Говорю же, почему они вечно в углу? Я жизнью рисковал Можно больше уважения? Добро пожаловать, что-то ищите? Да Вы ещё продаёте доспехи в Эльфа Кроца? О Я... Коли ищешь доспехи в Эльфа Кроца, они перед тобой Не верится, что юный новичок, о котором все говорят, пришёл купить мои доспехи А мне что, лично встретил вас, господин Кроца? Слушай, можешь не звать меня так? Ненавижу эту фамилию. Тогда господин Вэлф? Господин, ладно, сойдёт. Итак, Белл Кранель. Ты уже дважды пришёл за моими работами. Теперь ты постоянный клиент, так? Думаю, да. А, прости, конкуренция у нас. Итак, Белл, может, заключим прямой контракт? Прямой контракт? Буду делать для тебя всё, оружие, доспехи, что захочешь. Однако, взамен ты поможешь мне. Естественно, я отблагодарю. В чём? Возьми меня в группу. Возьми меня в партии. Возьми меня в роду Анкор. Наконец-то я на одиннадцатом! Прости, что так внезапно попросил, Белл. Ничего. Раз это поможет вам улучшить навыки кузнеца, поскольку у нас контракт, оно важное для меня. Уверена, это только ему на руку, но... Почему он не поищет приключений со своей семьёй? А, понимаешь, Ливи, его семья, но... Он с ней не ладит? Вы поверили в его грустные истории, и он подкупил вас доспехами? Почему сперва мне не сказали? Прости. Ты плохо обо мне думаешь, малявка? Я вам не малявка! Меня зовут Лили Рука Арде. О, рад знакомству, Лилька. Забудьте! Но, Лили, мне правда нравятся доспехи господина Кроца. Поэтому... Кроцу? Вы сказали Кроцу? Ну, да. Кузнец проглядого волшебного оружия? Павший кузнец-дворянин? О чём ты? Вы не в курсе, господин Белл? Семья Кроца — клан кузнецов, славившийся способностью создавать мощные волшебные предметы. Но однажды они лишились своих способностей и теперь полностью бедны. Ага, клан бедных дворян. Но при чём тут это? Как бы то ни было, сейчас не до этого. Ладно, орком сам займусь. Даже мне он по силам. Тогда я тоже помогу. Думал, я тебе не нравлюсь, Лилька. Конечно, не нравитесь. Просто не хочу мешать господину Беллу. Рассчитываю на вас. Я пошёл. Медленный. Нет. Это я стал быстрее. Круто. Господин Белл, флили, берегитесь. Огненный разряд! Магия тоже усилилась. Я точно стал ближе. Ней. Кайс Велленштайн. Уйди, Бек! Не обижайся, если порежу! Вот-то я боюсь твоего жалкого оружия! Почему они так упорны? Остальные так не стараются. Видимо, запомнился искатель, которого они видели. О, так ранее они повстречали веселого искателя? Да. Его зовут Белл Кранель. Айс? Похоже, она тоже загорелась. Однако здорово быть в группе. Да, передвигаться гораздо проще. Одно из преимуществ группы — проще дышать. Плюс меняются движения и сражения с монстрами. Похоже, пришли остальные. Перекусим, когда Лилька соберёт волшебные камни. Монстров оставим мы. Эй, что это, Белл? Э? Что же это? Чёрт, детёныш дракона! Бежим! Где Лили? Лили! Беги, Лилька! Огненный разряд! Огненный разряд! Я уверена! Это и был твой органавт! Возможность преодолеть любые трудности. Прямо выигрышный билет. Для ребёнка, который хочет стать героем. Одной маленькой атакой ты способен противостоять невероятной силе. Подобно герою поразить врага одним ударом. Идеально для шаждущего статья, да? Кстати, богиня! Вы слышали о благородных кузнецах, называемых Кроца? Это ведь фамилия твоего кузнеца? Знаю, что они используют много магических предметов. Вроде как. Ясно. Но в лавке мне немного рассказывали об этом особом кузнеце. Он может создавать волшебные предметы. К тому же очень мощные. Его семья говорит, что он гробит свой талант. Почему? Он их не делает. Если бы делал, стал бы богатым и известным. Но почему-то не хочет. Он талантлив, но, видимо, что-то скрывает. Так о нём люди говорят. Как, Лильки не будет? Да. Гном, у которого она остановилась, заболел. И она ухаживает за ним. Так что, увы, сегодня... А, ясненько. Слушай, Белла, может ты со мной сходишь, а... Обещал же отплатить, если возьмёшь меня в группу. С меня новое снаряжение. Это и есть ваша мастерская? Прости, что грязная. Не обращай внимания. А, нет, пустяки. Чего желаешь? Может, что-то особенное? А, нет, достаточно простого лёгкого доспеха. Жаднее нужно быть, Белл. Задача искателя — быть готовым ко всему. Или я не прав? И правда. А можно опробовать? Да. Его никто не купит. Правда, хороший же меч. В чём дело? Думал он волшебный? Небось, твоя богиня уже рассказала, что я могу делать волшебные предметы. Слыхала, она расспрашивала об этом. Простите. Да забей. У меня контракт с членом её семьи, так что я всё понимаю. Хотя я боялся, что ты передумаешь, узнав обо мне больше. Прости, что сомневался. Ну, что вы. Итак, касательно нужного предмета. Это выпавший предмет, да? Да, Рок Минотавра. Не мог не захватить. Может его использовать? Его? Сделаю из него новое снаряжение. А сможете? Ага, смогу. Пожалуйста. Не люблю волшебные предметы. А? У меня было много клиентов. Но они узнали, что я кроцый, и просили сделать волшебный предмет. Прям достали. Хотели предмет, что придаст силы и сделает известным. Такие все хотят. Но это неправильно. Не таким должно быть оружие. Это не просто предмет или способ стать известным. Оружие — часть владельца. Как бы плохо всё ни было, оно никогда не предаст. Поэтому я ненавижу волшебные предметы. Они разрушаются и подводят владельца. Их сила тратит талант. Ими не может гордиться ни владелец, ни кузнец. Поэтому я больше не создаю волшебные предметы. Похоже, материал хорош. Вне всяких сомнений, это моя лучшая работа. Ладно, назовём его. Ушива Камару? Нет, он из Минотавра, так что... Минотан? Не-не-не-не-не, первая вполне сойдёт. Нравится Ушива Камару? Вопросы излишни. Ясно. Тогда Ушива Камару. Держи. Спасибо, господин Вэл. Белл-сан! А? Мы всего пару дней знакомы, так что не прошу о доверии. Но... Считай меня товарищем, вроде Лильки. Хорошо, Вэлф. Перфе. Продолжение следует. Перевод на русский Жека. Текст читали Джейд Гамлетка Цезаревный Анкорд. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Сайт anidab.com. Релиз не для продажи. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ясно Используем стандартное построение Господин Вэлф впереди! Господин Бэлл в центре и сдерживает напор Я же прикрою тыл! Но прошу не забывать, что помощник недостаточно силён, чтобы в одиночку прикрывать его Что смешного, Бэл? Господин Бэл! Думаете, это всё шуточки? Прости, прости Но разве это не захватывающе? Мы вместе ищем приключений Дело, говоришь, парень, не волнуешься, не мужик Не скажу, что согласна с вами Но понимаю ваши чувства Всё хорошо, я не одинок Пусть и не из моей семьи, но у меня есть товарищи Что ж, вы готовы? Да, погнали! Ага Далее Пшествие монстров Продолжение следует...